Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 6 июня. Память преподобного Отца нашего Илариона Нового. Блаженный Иларион был сыном Петра Кападокиянина, прислуживавшего при трапезе царской и матери Сеодосии, людей благочестивых и богобоязненных. В юности он хорошо обучен был священному писанию. Когда ему исполнилось 20 лет, он по евангельскому слову оставил Отца и Мать в дому богатства и сделался монахом в обители Исихиевой близ Византии. Потом он пришел в обитель Далматскую, принял здесь великий ангельский образ и сделался учеником святого Григория Дикаполита в то время жившего здесь. Святой Иларион подвязался в послушании, молчании, великом смирении. Он имел работу в монастырском саду и трудился в этом послушании 10 лет, прочитывая историю добродетельного и богоугодного жития соименного себе и богоугодного Илариона Великого. Он, насколько возможно, старался уподобляться этому угоднику Божьим постом, всеночной молитвой и всеми прочими иноческими подвигами. Поэтому и назван он был Иларионом Новым. Освистив и просветив свою душу, как солнце, он получил от Бога власть над нечистыми духами, так что мог изгонять их. Игумен обители то сделал его против желания священникам, когда уже святой Григорий Дикаполит ушел отсюда в другие места. Спустя несколько лет, когда Игумен скончался, преподобный Иларион узнал, что братья хотят сделать его Игуменом, а решил удалиться отсюда. С этой целью он тайно от всех ночью вышел из обители и ушел в Византию, в надежде отыскать здесь своего учителя, святого Григория. Но этот последний отплыл в Рим и, возвратившись оттуда, поселился на горе Олимпийской. Иларион же пришел в один монастырь Византии. Монахи Далматской обители, узнавшие об этом, начали просить святейшего патриарха Никифора поставить им Игуменом Илариона, хотя бы и против его желания. Патриарх сообщил об этом императору. Призвав к себе Илариона, царь и патриарх увещевали его принять Игуменство над Далматским монастырем. Не смея противиться царской патриаршей воле, Иларион принял власть Игумена и Суфердием пас в веренных ему словесных овец в продолжении восьми лет. Потом скипетр греческого царства принял звероподобный мучитель Лев Армянин, который начал смущать церковь Христову иконоборческую гересью, принуждая многих к своему еретическому мудрованию. Тех же, кто не повиновался ему, он или подвергал мучениям, или изгонял в далекие страны. По его приказанию преподобный Иларион был приведен из обители к царю, который принуждал его принять еретическое учение. Добрый воин Христов не только не повиновался еретику и императору, но даже дерзновенно обличал его, назвал безбожником и новым преступником, и тем возбудил против себя лютый гнев царя. Много ран и различных мучений причинил блаженному злосястивый царь, и потом заключил его в темницу. Через некоторое время опять призвавший его к себе, много мучив, но ничего не достигши, царь отдал его своему единомышленнику-патриарху Феодоту по прозванию Кассетеру, который принял престол после изгнания за благочестие Святейшего Никифора. Патриарша с 815 по 821 год. Этот уже патриарх Феодор сделал с преподобным то же, что и царь. Заключил святого в мрачной темнице и много дней томил его голодом и жаждаю, приказавши не давать ему ни хлеба, ни воды. Монахи же, где игуменствовал преподобный, пришли к царю и молили его. Царь, возврати нам нашего отца, мы за это обещаемся повиноваться твоей воле. Царь обрадовался этому обещанию и возвратил им игумены их. Святой, пришедший в обитель, прожил здесь один год, едва успел немного отдохнуть от мучений и голода. Святой снова обрек себя на мучения, ибо царь, ожидавший исполнения обещания иноков, понял, что его обманули, почему послал воинов в обитель и наказал монахов, а преподобного, взяв, снова заключил в темницу. Потом послал его в фоне его обитель и там приказал заключить святого в самой тесной темнице. Иноки, очевидно, дали обещание слушать императора вообще во всех его распоряжениях. Противной же вере православные распоряжения они, конечно, не могли исполнять. В этой темнице святой томился шесть месяцев, принимая всякие неприятности и досаждения от жестокого игумена той обители. Потом, по царскому повелению, он снова был приведен в Константинополь. Здесь его снова разными льстивыми увещаниями склоняли к принятию ереси иконоборческой. Но, так как Христос страдал, страдалец Христов не слушал еретиков, то царь послал его в другую обитель, называемую Кикловеевой. Здесь пробыл он два года и шесть месяцев, томясь в тесной темнице, испытывая разные мучения. Отсюда святой снова был приведен к царю и после сильного избиения заточен в город Протирский. Злощестивый царь, погубивший многих, и сам погиб люто. Он был своими же воинами иссечен мечами в храме на том самом месте, где в первый раз, поругав святую Христову икону, не зринул ее. Так зло погубил нечестивый свою окаянную душу. Михаил Трау, принявший царство после него, приказал освободить от уз и заточения всех правоверных. Преподобный Иларион вместе с прочими был освобожден из темницы, но он не пошел в свою обитель, так как не прекратилась еще иконоборческая ересь. И архиерейские престолы занимали еретики, лжеучители и лжепастыри. Но пребывал у одной верной и благочестивой женщины, которая в своем имении дала ему уединенное место, устроила келью с садом и снабжала его всем потребным. В это время он возвратился из заточения и отошел к Господу преподобный Феодор Студийский, также перенесший за правоверием много страданий от еретиков. Его святую душу, возносимую ангелами к небу, видел преподобный Иларион, как о том сказано в житии Феодора. В тот день, когда приставился святой Феодор Студийский, блаженный Иларион, ходя в своем саду, занимаясь работой и воспевая псалмы Давидова, услышал вдруг в воздухе какие-то чудные голоса и почувствовал какое-то дивное благоухание. Удивившись, он остановился, смотря откуда все это. Посмотревшись вверх, он увидел множество ангелов в белых одеждах, сиявших светлыми лицами, и на направлявшихся с песнопениями навстречу кому-то. Видя все это, блаженный Иларион в большом страхе пал на землю и услышал голос, говоривший «Это душа Феодора, игумена Студийского монастыря, который до крови пострадал за святые иконы и был весьма мужественен в страданиях, а теперь умер и торжественно восходит на небо, встречаемый небесными силами». Подобившись такого чудного видения, преподобный Иларион исполнился великого утешения и радости духовной. Много дней он радовался душой своей, и лицо его от радости сияло, как лицо ангела. У той женщины пробыл преподобный свыше семи лет. Когда же после Михаила Травла вступил на царство сын его Феофил , то он собрал всех исповедников и снова начал принуждать их, по примеру прежних злощастивых царей, к иконоборству, не повиновавшихся. Не повиновавшихся же ему, жестоко мучил. В это время был взят и приведен к царю преподобный Иларион. Принуждаемый к иконоборству он не покорился царскому повелению и опять обличил его как злощастивого закона преступника, попиравшего истинные догматы веры. За это святой получил 170 ударов по спине и заточен был на остров Афусию. Значительным облегчением для святого было то, что он содержался здесь не в темнице и не в оковах, но жил в келье, хотя весьма тесной. В этой келье он прожил до самой смерти Феофила. Когда же сей нечестивый царь умер, царица Феодора собрала всех исповедников в столичный город, восстановила православную веру и повелела внести в храмы святые иконы. Тогда был отпущен на свободу и преподобный Иларион. Он снова принял игуменство в своей долматской обители и прославился чудесами. Прожившись здесь три года и душеспасительно управившись своими учениками, он отошел ко Господу. В 845 году его честная и святая душа, та же как и виденная им душа Феодора, была отнесена на небо ангелами. И в лике святых исповедников предстоит ныне пред престолом славы Отца и Сына и Святого Духа, Единого Бога в Троице, Которому высылается слава вовеки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok